Добрый день, дорогие друзья! Поскольку мы живем все больше и больше век технологий, и все дальше и дальше уходим физически друг от друга, плюс все эти карантины, связанные с эпидемией, мешают нашему общению. Поэтому я решил просто записать свое видеообращение ко всем друзьям, кого я не смогу физически увидеть или с кем я нахожусь в разных городах, странах, с кем я просто общаюсь в интернете. Свои новогодние пожелания к этому году. Конечно, 20-й год это год рубежа, это год очень серьезных изменений, год трансформации. Об этом предсказывал еще около 10 лет назад Сергей Николаевич Лазарев на одном из своих семинаров. Он говорил о том, что с 20-го года резко повысится вибрация, и все то, что копилось в людях годами, и что никак не могло трансмутироваться, вылезет наружу. Сейчас мы проживаем вот эти эпохи, мы являемся свидетелем грандиозных событий, грандиозного спектакля, который проходит на нашей земле. И мне очень хочется пожелать вам и себе тоже, чтобы мы не были вовлечены эмоционально во все это, чтобы мы понимали, что за пределами этого спектакля стоит вечность, стоят вселенские, космические законы и силы, и мы являемся частью этой вечности. Если сравнить человека с лодкой, то можно сказать так, что его духовная высшая часть — это его маяк. Маяк, куда надо всегда идти. Конечно, эту лодку нужно укреплять. Может быть, она где-то пробита, может быть, она требует ремонта. То есть надо следить за своими эмоциональными состояниями, за своим здоровьем, надо заниматься своим телом, заниматься своим интеллектуальным развитием. Но самое главное — это нужно быть нацеленным на фокус внутреннего себя, на свое высшее «я». И вот это высшее «я», которое есть в каждом из нас, оно является тем маяком, которым мы идем. И вот у меня такое пожелание для всех, чтобы связь с высшим «я» каждого из нас становилось все сильнее и сильнее. В следующем году она стала еще крепче. Конечно, ситуации непростые, это легко сказать и, конечно, это трудно сделать, но точно так же, как сильный пловец любит быстрые горные реки, в которых он может проверить свою силу. И точно так же и мы сейчас, находясь в этих вибрациях, можем испытывать комфорт, я бы даже сказал экстаз от проживаемых моментов, потому что они дают нам ощущение внутренней силы. Мне хотелось бы, чтобы у каждого из нас это ощущение силы появилось. Когда-то очень давно, по эзотерическим преданиям, около миллиона лет назад рождалась на земле ирийская раса. Я подробнее расскажу об этом в других роликах. Это хорошо описано в работах Блаватской. И вот точно так же, как тогда человечество было разделено на противоборствующие лагеря, которые боролись друг с другом, и оба эти лагеря были смыты водой, как гласят предания. Именно то зерно людей, которые остались вне зоны конфликта, внутренних конфликтов, политических, религиозных. Именно те люди, которые смогли найти свое внутреннее Я, соединиться с ним, они послужили зерном новой риска расы. И сейчас, как вы знаете, тоже рождается новая энергетическая структура на земле. Наступает новый век, эпоха Водолея, новое человечество, новая подраса. И очень важно, чтобы мы чувствовали свою связь с этим процессом. Я ощущаю, я в это верю, я хочу, чтобы так было, чтобы в следующем году, в 21 году, уже начали прорастать на социальном плане, на политическом плане зерна новых перемен и новых отношений. И я хочу, чтобы каждый из нас, чтобы все, с кем я знаком или с кем я не знаком, что мы стали частью таких процессов. Мир, который приходит на землю, он зависит от мысли каждого из нас. И я хочу, чтобы мы вошли в этот 21 год с ощущением глубокого позитива, глубокой внутренней силы и глубокого оптимизма. То, что мир не будет прежним, это понятно всем. Каким он будет? Это зависит от нас. И вот мне кажется, что этот год, 21, это будет годом начала глубокой реализации духовных людей. То есть людей, у которых есть своя миссия, у которых есть свои задачи. И важным критерием, важной основой вот этого соединения является возможность дружить всем нам. Я призываю быть терпимым к различным точкам зрения, быть терпимым к противоположным взглядам, приветствовать их в политике, в философии, в разных системах, в эзотерике, в разных системах. И если те светлые силы, которые отзываются на тебя, братцы, смогут подружиться друг с другом, тогда мы и построим новый мировой порядок на Земле, новую систему отношений. Я бы призывал не бояться и не продуцировать какие-то негативные информационные пласты, которые пугают мировым заговором или там постоянной чипизацией или вакцинацией или еще какими-то ужасами. Конечно, эти процессы идут на Земле, есть определенные силы, которые в них заинтересованы. Но самое главное, это наш внутренний свет, наша внутренняя сила и уверенность, что мы победим, что победят позитивные идеи на нашей планете. И хотя физически мы сейчас разделены по разным странам и даже по разным квартирам, в некоторых странах вообще жесткий карантин, но я хочу, чтобы мы ощутили пульсацию единства. Я искренне тепло, шлю самые искренние и светлые пожелания каждому человеку, с кем я сталкивался в жизни. Возможно, я был неправ в каких-то отношениях, возможно, остались какие-то шлейфы не совсем корректных энергий. Я бы хотел, чтобы все это ушло в прошлое. И мне очень хочется, чтобы то светлое, что есть в каждом из нас, то светлое, что рождается на планете, было усилено нашим вниманием, нашей энергией, нашей верой. Шлю всем самые теплые и светлые пожелания в следующем году. До встречи в нем и до глубоких и светлых проектов вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok